Глава республики сегодня приехал с инспекцией в Шумерлю. Жалобы от местных жителей Михаила Игнатьева поступали в мае. Во время прямой линии на национальном радио. Изношенные сети, отсутствие горячей воды, большие долги. Эти вопросы взяли на карандаш. Глава региона потребовал решить насущные проблемы в самое ближайшее время. С подробностями Дмитрий Ковалев. Ржавые коммуникации, старые котлы, постоянно выходящие из строя моторы. Даже при беглом осмотре нашему оператору удается отснять вот такие кадры, Где-то от сильной вибрации дребезжит прибор, где-то трубы обросли паутиной. Котельная на окраине города уже давно работает на пределе. Износ оборудования превышает 70%. Потери огромные. Техника и сети работают с холостую. С установкой приборов, учета индивидуальных, с установкой в этот люди стали экономичнее расходовать ресурсы. Некоторые стали, скажем, немножко обманывать, передавая эти значения. Потери сегодня предприятия составляют 24%. Котельная обслуживает большой участок. В так называемом районе Камчатка расположено 60 жилых домов, 3 школы и 2 детских сада. Модернизация необходима. Причем у местных властей все планы уже расписаны в проекте. В городе вместо одной планируют возвести сразу 5 модульных котельных. Ставку делают только на экономию. Вода там есть, электроэнергия там есть, то есть как-то удешевит. При этом, значит, мы уходим от этих сетей, которые, скажем, вот эта часть запунктируем, она находится под землей. То есть уже в аварийном таком состоянии, то есть где большие потери. При этом получаем стабильность и при этом уходим от механизма затрат, который есть сегодня, то есть уже списанное оборудование. Решение проблемы упирается в немалые средства. Городу необходимо 150 миллионов рублей. И местные власти снова просят деньги из бюджета. Эту идею глава республики не поддержал и посоветовал искать другие пути. Шумерля уже увязла в долгах. Мы и так тут 125 миллионов дали бюджетный кредит. Куда она? Провалилась? Провалилась, соответственно. Долги сейчас погашаем перед Газпромом, значит. И у меня уверенности нет. По шагу, если вот так смотреть, хорошо, на бумаге все нарисовали. А в этом году практически никаких таких принципиальных решений не приняли. Это плохо очень. Проблемы необходимо решить в ближайшие годы. Город растет на глазах. В этом доме львиная доля квартир строится для тех, кто нуждается в жилье и стоит сейчас в очереди. Новоселье здесь сыграют ветераны, многодетные семьи и те, кому раньше приходилось ютиться в аварийных бараках. Но расселить их полностью за счет государства сейчас не удается. Существующее жилье, ветхое, оно мало, габаритное, как правило. Вот в этом году очень маленькую неполитую очередь. В этом году у нас там ветхий барак есть, общежитие, так называемое, комбинат от фронов в свое время, когда оно было. Там площадь 10-14 квадратных метров. Его долго не расселяли. Мы его постоянно, как у нас, уходил, потому что он тяжелый дом. Много семей, 60 семей. Разница большая. До нормы недостает 12 квадратных метров. Чтобы расселить барак полностью, необходимо изыскать еще 30 миллионов рублей. Но в этом случае в минусе остаются строители. На добровольной основе, на самом деле, жители, которые переселяются, согласно доплачивать? Пусть как поформляют кредит, доплачут. Это тоже механизм не доплатный. Это предмет договоренности, я говорю, значит. Это мое право, да? Меня никто не заставляет. Я хочу, допустим, жить не 12 квадратных метров, я хочу жить 18 квадратных метров, да? Я 6 метров сам добровольно изъявляю желание доплачивать. На свои силы пока приходится рассчитывать и шумерлинским погорельцам. После пожара люди поселились у родственников. Эксперты признали, что дом еще возможно восстановить. Недавно здесь уже укрепили фундамент. Но жильцы ждут от властей другой поддержки. Они хотят переехать в новые квартиры. Приобрести их за счет бюджета невозможно. Барак находится в муниципальной собственности. Михаил Игнатьев предложил людям взять кредиты. Республика готова их субсидировать. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.